Сегодня у нашей гостёвни мы рады витать солиста белорусской оперы и лауреата международных конкурсов Илью Сельчукова. Илья, вы как раз из отпуска, а до этого успели побывать во многих известных европейских театрах. Был Мюнхен, был старейший оперный театр Франции в Монпелье, был театр Верди в Триесте. Расскажите, как, в принципе, происходят приглашения в подобные международные постановки? Приглашения на постановки происходят в рамках кастингов. Нужно пройти прослушивание, для этого нужно туда съездить, иногда на несколько постановок, иногда на одну. И по результатам уже этого прослушивания жюри, который состоит из оперных директоров, из директора одного театра, кастинг-менеджеры, определяются, кто им нужен и в какой ипостаси. На мой взгляд, непрофессиональные, опять же, очень разнится работа в родном театре, когда вы знаете оркестры, вы знаете людей, с которыми поёте вместе. Здесь вот это как, это же стихийно? Да, здесь европейские театры работают иначе. Большинство театров, в том числе и французские, итальянские и других стран Европы, они собираются на короткосрочные постановки. И каждая из них предусматривает две-три недели репетиций, две-три недели потом спектаклей. Состав, конечно, это всегда сборная солянка. Последние постановки у нас в Монпелье, например, у нас половина было русскоговорящих. Грузия, Болгария, я из Белоруссии. Поэтому это всегда со всего мира. Очень важно успеть в этот краткий промежуток времени настроить взаимоотношения в команде и работать с одним коллективом, потому что времени на раскачивание нет. Это буквально несколько дней, и ты уже должен работать как у себя дома. А вот другой пример. Партию в Карменамбурана Карла Орфа вы поете и на родной сцене, и поете, пели в Мюнхене, насколько я помню. Да, да, это будто и не было. Личная трактовка разнится как-то в зависимости от того, родная сцена или нет? Да, ну она отлично, так как у нас это целый спектакль, это балетный спектакль, в котором присутствуют и хор, и оркестр, и солисты. Постановка Елизарева, и мы просто раскрываем уже его задумку, смысл. И здесь мы работаем уже в зависимости от того, что происходит на сцене. А в концертном исполнении все зависит уже не от режиссера, а от дирижера. И мы выступали совместно. Это было открытие Радебергера Open Air, большой фестиваль в Мюнхене, в Королевском дворце, он под открытым небом. Но постановка была ортодексальна. С немецкой педантичностью мы смотрели в партитуру, темпы проверяли просто как в что. И это иногда даже бывает немного... Сбивало творчество. Да, по приборам шли. А вот еще интересно, многие артисты, выступая за рубежом, первое, о чем говорят, это о опыте, который они получают и привозят в родные пенаты. А если пойти наоборот, у нашего оперного театра есть чему поучиться за рубежным труп? Непосредственности. Мне очень нравится в нашей труппе, что в нашей труппе, несмотря на то, что, казалось бы, профессия актерская, эгоцентрическая такая, но наш театр это счастливое исключение не справил, на мой взгляд, где успехом других коллег своих наши артисты умеют радоваться. Не могу не вспомнить проект «Большая опера», в котором вы принимали участие, насколько я помню, это было три года назад. Третье место, на мой взгляд, это грандиозный успех в таком проекте. Это первое место среди мужчин. Не можем не пропускать дам вперед себя. Опять же, говорили о ценном опыте приобретенном. Неужели не хотелось все-таки победы? Хотелось, конечно. И всегда, когда ты участвуешь в конкурсе, а их было ни один и ни два, всегда хочется победить. И хотелось на большое перепобедить. Но попал в тройку. И главная задача – это дойти до конца. Это есть максимальное количество эфиров. И я благодарен Богу за этот опыт, который я получил там. На днях вы отправляетесь в Кишинев. Да. На фестиваль что будет там? Это международный фестиваль Марии Биешу, куда я получил приглашение участвовать в спектакле «Трвята». Так как «Жермона» я уже пою давно, и 13-й год был годом Верди. Везде ставилась «Трвята», и я участвовал, кроме спектаклей дома, в пяти-шести постановках. В Брегенте, в Австрии, в Белостоке, опера «Подляска», в Брно театра «Яначка», в Таллине. Мне было очень интересно. После Кишинева кропотливая работа «Дома», октябрь-ноябрь. В декабре галоконцерт в Большом зале консерватории в Москве, Большой оперы. И после этого сразу участие в постановке Евгения Онегина в Театр Велики в Варшаве. Для меня роль Онегина – это первая моя партия в театре, и очень ответственная. Спасибо большое за очень интересную беседу. Была рада видеть. Взаимно. А я напоминаю, сегодня гостем программы «Калейдаском» был солист белорусской оперы, лауреат международных конкурсов Илья Сельчуков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...